Здравствуйте! Всех приветствую на своем канале, всех приветствую в нашей школе будущего. И сегодня я хочу с вами поговорить о том, где находится рай и что такое рай. И мне хочется с вами выяснить, какое же новое небо и какую новую землю желает сотворить в будущем наш Творец. И мне бы хотелось, чтобы вы сегодня включили логику, здравый смысл и стали сопоставлять те факты, которые я вам буду озвучивать. Итак, я хочу начать с вопроса. Вот ответьте себе на вопрос, где находился рай, когда Адама и Еву создал Творец? Ну естественно, рай находился на земле. Тогда ответьте себе на вопрос, почему вы считаете, что рай, который будет в будущем, он будет на небесах? Рай будет на земле, поскольку Адам и Ева жили в раю, который находился на планете Земля. Я хочу вас сегодня немножко огорчить с тем, что с небес придется спуститься. Когда Иисус говорил о том, что после воскрешения мы будем подобны ангелам на небесах, он не сказал, что мы будем ангелами на небесах. Он просто сказал о том, что мы будем похожи на ангелов. Возможно, у нас появятся и крылья, как у ангелов, но мы будем жить на земле, поскольку для человечества создана земля. Это воинство небесное живет на небесах. Но и я хочу вам сказать, что рай – это не просто какое-то место. Рай – это состояние храма человеческого. Каждый человек представляет собой храм Бога. И вот, когда наше тело тленное, оно преобразится и станет нетленным, то есть вечным, мы будем пребывать в состоянии этого рая. Сейчас я вам зачитаю те цитаты, которые есть. Третья книга Ездры, глава 7, стих 53. Показан будет рай плод, которого пребывает нетленным, и в котором покое врачество. Вот именно в состоянии нетления, в состоянии вечного тела, человек будет спокоен, всегда здоров, поскольку он будет вечен. Итак, третья книга Ездры, глава 2, стих 42-й и 45-й. Я Ездра видел на горе Сионской сон великий. Это те, которые сложили смертную одежду и облеклись бессмертную. Вот здесь как раз речь идет о том, что на земле, на горе Сионской, Ездра видит вот этот сон великий. То есть огромное количество людей, которые поменяли свое тленное тело, смертное тело, на бессмертное, то есть на вечное тело. Они приобрели вечное тело для своей вечной праведной души. Но это будет только для праведников. Те люди, которые не достигнут праведности, они этого тела не получат. И еще зачитываю тоже, третья книга Ездры, глава 2, стих 23-й. Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего. Что такое по образу Бога? В чем наша обранность, в чем наше подобие? Вот именно в том, что мы изначально задуманы быть нетленными, бессмертными, вечными. И я думаю, что и Адам, и Ева, они были созданы именно в таком виде. Но, к сожалению, они не справились со своей миссией и как бы пренебрегли теми словами Бога Творца, который говорил, что нельзя прикасаться к тому-то древу и есть с него плоды. Я думаю, что они просто не смогли жить по заповедям, и они нарушили эти заповеди Бога Творца. И Он их наказал. И заменил им тленное, не тленное тело, а бессмертное тело, обычным тленным смертным телом. И после этого все человечество, к сожалению, живет вот в этом тленном теле, умирает, к сожалению. Но есть перспектива, есть перспектива стать опять вечными, и к этой перспективе нужно стремиться. И сегодня я вам еще зачитаю цитаты, которые это подтверждают. Это будут у меня цитаты из Корана. Сура Развержения, аят 18-19. «Клянусь луной в полнолуние, вы переходите из одного состояния в другое». То есть здесь речь идет о том, что произойдет переход от тленного тела к нетленному телу. И в Сурикав, 15-ом аяте, сказано следующее. «Разве мы изнемогли после первого сотворения?» Но они сомневаются в новом сотворении, в скобочках, «воскрешение». То есть в этом аяте говорится о том, что изначально мы были сотворены, но будет повторное сотворение. И еще есть подобные цитаты, которые говорят об этом. Причем, что это будет за сотворение новое? Мы будем выглядеть несколько иначе. Мы будем выглядеть, как изначально выглядели Адам и Ева. Почему они не стыдились? Потому что тело у них было нетленное, и от них исходил свет. А вот когда они стали тленными, то им пришлось ходить в одеждах уже кожаных и прикрываться листочками. А прикрываться до этого не нужно было, потому что от них шло вот это интенсивное освещение. И это было их одеждой своего рода. И я сейчас зачитаю вам Суру Запрещения, 8 аят. «В тот день их свет будет сиять перед ними и справа». Это вот и есть описание того нового тела, которое будет у человека. И изменится, конечно, и новая земля, и новое небо. Поскольку есть такое пророчество, что «творю новое небо и новую землю». Что это за земля и что это за небо? Сейчас зачитываю. «В тот день их свет...» Так, это у нас Суру Власть, 3 аят. «Он создал 7 небес одно над другим». И Суру Развод, 12 аят. «Творец Тот, Кто сотворил 7 небес и столько же земель». Что такое за небеса и что это за землю? Здесь речь идёт о системе тонкого тела человека. То есть вот эти вот 7 небес – это наши тонкие тела. А наша земля и 7 земель – это чакры человека. Вот то, что красным изображено, это наше плотное тело, тленное тело. А всё остальное – это вот 7 небес, о которых идёт речь, которые созданы одно над другим. А вот красное – это земля. И вот там, где наше красное плотное тело, есть 7 энергетических чаш. И эти энергетические чаши и являются семью земли. Читаем дальше. Я хочу вам рассказать о том, что произойдёт в момент воскрешения. Сура, скручивание, 7 аят. Когда души объединятся, праведники объединятся праведниками, грешники с грешниками, или праведники соединятся с райскими горями, они верующие с дьяволами, с дьяволами или души соединятся с телами. Теперь давайте вот обсудим этот аят. Здесь говорится о том, что праведники будут с праведниками, грешники будут с грешниками, праведники соединятся с горями. Что это за гории? Это их ангелы. И неверующие соединятся с праведниками, я думаю, что ангелами, и имеют дьяволы. И здесь вещь идёт о том, что души каждого соединятся с телами. То есть вечные наши души соединятся с преображёнными новыми телами. Следующая цитата – это созвездие Зодиака. Сура, 10-й аят, тем же, которому веровали и совершали праведные деяния, уготованы райские сады, в которых текут реки. О каких реках идёт речь? Это энергетические, энергоинформационные меридианы. Это вот та система тонких тел, которая у нас присутствует и которая будет в преображённом виде в будущем. Это великое преуспеяние. Ну, кто достигнет этого вот совершенства, придёт к этому вечному телу? Те, кто являлись праведниками, те, кто жили по заповедям Бога Творца, те, кто веровали в Бога Творца. Следующее созвездие Зодиака, аят 13-й, воистину он начинает и повторяет. создаёт творение в первый раз и воссоздаёт его, или начинает наказывать в этом мире и возобновляет наказание в последней жизни. О чём здесь идёт речь? О том, что изначально Бог создал тленное тело, то есть он начинает и потом повторяет, да? А затем повторяет, то есть воссоздаёт новое тело, вечное тело. Следующая сура железа, 12-й аят. В тот день, когда ты увидишь, как перед верующими мужчинами и верующими женщинами исправа от них будет распространяться их свет. В тот день лицемеры и лицемерки скажут верующим, погодите, мы позаимствуем у вас, немного света им будет сказано, возвращайтесь назад и ищите света. То есть только верующие люди смогут увидеть свой свет после воскрешения. Он будет перед ними и с правой стороны, поскольку эти люди являются праведниками, поэтому и справа. Отсюда и слово православие, поскольку слово православие у нас произошло от слова праведность, правый. Что такое правый? Это живущий по заповедям, живущий по законам Бога Творца. Я отдельно сделаю видеоролик о православии. И следующая сура, совет, седьмой аят. Мы внушили тебе Коран, чтобы ты предостерег от дня собрания, в котором нет сомнения, одна часть людей окажется в раю, а другая часть окажется в пламени. Так что вот те люди, которые являются гречниками, они окажутся в пламени. Это будет не свечение, это будет пламя, которое будет приносить им боль. В Суре Паук, 55-м аяте, сказано, что в тот день мучения покроет их сверху и спод ног. Возможно, это будет наоборот упадок энергии, то есть энергетический спад мощный и они будут мучиться от бессилия. Но это как вариант. И сура, милостивость, 37-й аят, и вот небо разверзнется и станет красным, как кипящее масло или покрасневшая кожа или расплавленный свинец. Здесь речь идет как раз о состоянии грешника. И здесь говорится о том, что произойдет покраснение кожи, произойдет какое-то негативное влияние на грешников и они окажутся в пламени. Я не буду называть по-другому это состояние, поскольку мы с вами решили не говорить этих слов. Я думаю, что вы поняли, о чем идет речь. И вот еще сура, творец. Они войдут в сады Эдема, где будут украшены браслетами из золота и жемчугом, а их убранство будет из шелка. Что такое браслеты из золота? Это вот как раз энергоинформационные меридианы. Это вот те потоки энергии, которые идут к нашему телу и они будут видны. То есть, вот такое преображение будет у человека. и они будут настолько мощными и сильными на сегодня. Мы, к сожалению, во-первых, их не видим. Мы их видим, но мы их не можем воспринимать, поскольку вооруженный глаз их не воспринимает. Но на каком-то вот другом уровне, по крайней мере, на уровне подсознания мы их лицезреем. Итак, они будут украшены браслетами из золота и жемчугом. Что такое жемчуг? Жемчуг – это точки входа энергии в наше тело. А их убранство будет из шелка. Это вот те тонкие энергии, которые мы на сегодня, к сожалению, хотели бы видеть, но увидим только в будущем. И еще зачитаю, а потом покажу вам примерно, как будет выглядеть человек, поскольку есть уже схематические рисунки. Итак, сура взаимное обделение, девятый аят, тем, кто уверовал в создателя и поступал правильно, он простит злодеяния и ведет их в райские сады, в которых текут реки, они пребудут там вечно. Это великое преуспеяние. Преуспение. Итак, здесь опять речь идет о реках, речь идет о том, что вот эти люди прибудут там вечно, то есть они приобретут вечные тела, и вот здесь как раз идет об этих информационно-энергетических реках. Сура запрещения, восьмой аят, их свет будет сиять перед ними, и справа они скажут, Господь, наждай нам света сполна, прости нас. Вот это по смыслу повторяющийся аят. И теперь я вам покажу ваши жемчуга, ваши шелка и ваше золото. Вот примерно вот так выглядит наше тонкое тело. Вот такое прекрасное золотое свечение. Вы видите жемчужины на руках, на ногах. Это точки входа энергии. можно представить его вот так вот. И я думаю, что когда-нибудь мы это обязательно увидим. Вот таким будет наш рай, таким будет новое небо, новая земля. И очень хотелось бы, чтобы это было поскорее, и чтобы наибольшее количество людей достигли этой вот вечности. Всего вам доброго. будьте праведниками, и тогда вы действительно придете к этому результату. До следующей встречи!